День узбекской культуры отметили в Малаховке. Представители диаспоры приготовили настоящий праздник для жителей поселка. Это колоритная концертная программа, выставка художественных произведений и, конечно, угощение национальным блюдом – пловом. Такие мероприятия проводятся для гармонизации межнациональных отношений и культурного просвещения граждан разных национальностей. Культура Узбекистана – одна из самых ярких и самобытных на Востоке. Это колоритная народная музыка, танцы, одежда, национальная кухня и, конечно, безграничное гостеприимство. Познакомить людей других национальностей со своей культурой решили представители узбекской диаспоры Люберецкого округа. Узбекская культура, как и многие другие культуры, несет с собой радость, много позитивных эмоций. И мы надеемся, что у наших гостей сегодня будет тоже такое же настроение, все будут в таком приподнятом настроении праздничном. Праздник начался с концертной программы, в которой особое место уделили национальным танцам, стихотворениям о родине и песням. В России насчитывается около 300 тысяч людей узбекской национальности. В Москве и Подмосковье ее представителями проводится большая работа по двум основным направлениям – продвижению узбекской культуры и адаптации иммигрантов. Главной задачей, которую ставит перед собой диаспора – не допускать размытие этнокультурных границ и построение отношений между нациями, основанных на взаимоуважении. Мы, российские узбеки, ощущаем себя прежде всего россиянами. Другое дело, что у нас есть национальная традиция, национальная культура. И многое из этого культурного наследия может быть интересно россиянам других национальностей. Ведь жизнь в многонациональном государстве – это постоянный процесс взаимодействия, взаимного обогащения. А показать и заинтересовать в этот день на самом деле было чем. Национальные узбекские костюмы приковывали к себе внимание своей уникальностью, цветовой гаммой и разнообразием тканей. Это наша национальная одежда для девушек, для женщин. Есть разные разновидности халатов. В основном одеваются это праздничные дни. Такие вещи действительно одеваются по великим праздникам в самом Узбекистане. И в очень-очень национальных традициях это все происходит. Я лично сама редко когда это одеваю, но только по таким вот дням культурной традиции Узбекистана в России. Поэтому мне очень приятно, мне очень нравится, я всех поздравляю. Помимо концертной программы, церемонии награждения, в фойе Центра «Союз» была расположена художественная выставка «Сказочный Восток», посвященная Узбекистану. Автор картин с помощью деталей и ярких красок переносил зрителей в загадочную и родную для него страну. После чего всех гостей праздника пригласили на дегустацию настоящего узбекского плова, приготовленного в больших казанах. На улице присутствующим предлагали на выбор попробовать национальные блюда с бараниной, говядиной, грибами и сухофруктами, от которого гости мероприятия остались в восторге. Очень вкусный, такой дома никогда не сделаешь, никогда. Я за свою жизнь долгую, у меня же много лет, я первый раз такой плов ем. То, как приготовлено здесь, это, по крайней мере, внешне, так же, как его готовят в Узбекистане. На вкус сейчас попробуем. Дальнейшее празднование Дня узбекской культуры продолжилось на улице. И пусть совсем немного, но в этот день гости праздника познакомились с узбекской культурой и ее национальными особенностями. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.